Ребята, всех приветствую! На улице идет страшный дождь уже почти весь день. А это значит одно, пора заняться внутренними работами в Skoda Rapid. Как вы уже поняли, сегодня я буду заниматься ручкой коробки переключения передач. Сейчас я назову два фактора, почему я начал заниматься этой вещью. Первое, это то, что пентаграмма переключения передач была просто уже затерта в хлам, в царапинах. Ну а второе, это то, что начала облазить хромированная окантовка. Выглядит это все дело сейчас вот таким вот образом. Ну мало того, что она вся потерлась сама по себе, но еще когда снимали обшивать кожей, то есть она, как видите, здесь четыре таких зажима, она туда защелкивается по штату и держится все это нормально. Так вот, когда вытащили, они закопороли мне хром. Я, к сожалению, это увидел уже чуть позже. Был запор тут в этом месте хром и, ну, начал облупляться, обдираться. Видите, какой здесь получается у нас бортик из кожи остался? И этот бортик не дает нормально защелкнуться самой вот этой пентаграмме. Почему? Все очень просто, потому что толщина кожи очень большая. Из-за этого она не дает ей защелкнуться. Сейчас здесь появится картинка, как это все выглядело. Вот примерно вот так вот это выглядит в комплектации Актив. А вот так вот выглядит комплектация Максималочки, где стоит кожаный рычаг короткой передачи. Что решил сделать я? Сейчас я наколупаю эту штуку. Ну, вот как-то так. Значит, здесь у нас изначально вот эта рамка, она идет хромированная. Да вообще вся вот эта штучка, она идет полностью хромированная. Вот здесь вот, где у нас видно? Вот здесь вот видно, что она хром такая. Вот. Затем эта вся штука защелкивается вот сюда. Вот так вот у нас это все дело встает. Ну, по идее, должно вставать. Но не встает из-за того, что, опять же, повторюсь, что у нас здесь толстая кожа. Что я сделаю для того, чтобы эта вся штука встала на свое место, все было красиво, аккуратненько. Значит, здесь уже просверлено отверстие. Вот оно. Отверстие сделано все так, чтобы винтик за под лицо входил. И затем, парни, мы будем клеить туда. А именно она с завода тоже приклеена на двухстороннем скотче. Вот такую красоту. Это именно была штатная Активовская пентаграмма. Она была вся уже зашоркана. Вся была замылена. Что я сделал? Я зашкурил ее сначала крупной наждачкой. Потом прошелся нулевкой. Затем нанес два слоя лака. Два слоя лака из баллончика. И все это дело у нас сейчас будет выглядеть вот, парни, вот так вот. Как вам, а? То есть мы убрали хром отсюда. Сделали этакий антихром. Кстати, окантовку вот эту самую хромированную вещь я зачищал, естественно, убирал хром. Здесь хром убран у нас. И красил я все это дело кудовской краской глянцевая черная. То есть вот эта штука покрашена на три слоя. Вот. И все это дело сейчас будет выглядеть у нас вот так. По-моему, выглядит просто шикардос, парни. Я фотографии еще в хорошем качестве выложу в инстаграм. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылочка будет где-нибудь вот здесь. Вот сейчас всплывет и будет в естественном описании этого ролика. Ну что, парни, как это все дело выглядит? Сейчас мы с вами возьмем шуруповер, чтобы все нормально затянуть. И у нас все это ляжет заподлицо и будет просто... Ну, я прям тащусь. Вот как это сейчас выглядит, я просто тащусь, парни. Вот такой штукой я обводил пентаграмму. Это белый маркер. Вообще покупался он в отделе для сварочных аппаратов. То есть это можно размечать металл. Я сразу скажу, парни, что впитывается. Он просто нереально высыхает очень быстро. И стирается даже наждачкой. Я бы сказал, очень трудно на самом деле. Так что для как подручного средства такая штучка очень хороша. Ну и, собственно, вот что у нас получилось. Я считаю, что вышло для первого раза. Очень даже неплохо. Сами посудите, напишите в комментариях, как получилось. На мой взгляд, очень круто. Очень стильно. Теперь вот этой хромированной рамки у нас нет. У нас просто обычный такой, может быть, черный хром или рояльный лак. И сама вот эта глянцевая поверхность такая лаковая. Вообще прям супер пентаграмма белая. Все как-то. На самом деле она вживую кажется такая, знаете, бело-желтоватая. Но выглядит все равно очень круто. Напишите в комментариях, понравилась вам такая штука или нет. Вообще напишите свои мнения, что лучше покупать, либо обтягивать кожзамом вот так вот ручку КПП. А на этом все, ребят. Огромное спасибо, что посмотрели этот видос. Не забывайте подписаться, поставить лайк этому видео, написать свой комментарий. А также подписывайтесь на все соцсети. Ссылки на них есть в описании под этим видео. Огромное всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok